Я на правах хозяина поздравляю с Днём Конституции. 90 депутатов-коммунистов в фракции нашей Вольф-Думы написало в Конституционный суд письмо о том, что вообще-то нарушенный сонный норм Конституция, скажем так, Российской Федерации и неправильно формируются органы муниципальной власти на территории. И я прочертал все эти 42 страницы текста, которые в ответ Конституционный суд написал на запрос наших, скажем так, коммунистов-депутатов. Могу сказать, конечно, не удовлетворенным решением суда, но главное, что Конституционный суд подтвердил правильность действий фракции КПР в Московской области, который сказал, что действительно в сельских поселениях, там нет государственных полномочий, люди должны сами избирать власть. Это однозначно. Потому что все-таки муниципальная власть должна быть ближе к народу, и народ должен на нее, скажем так, влиять, а не губернатор со своей комиссией. Через этим депутаты Совета депутатов сельского поселения СССР написали законодательную инициативу в областную думу. Очень интересно, кстати. Мы сдали инициативу, потом оттуда из областной думы звонят и говорят, Вы неправильно сдали инициативу, а что такое? А мы не можем ее губернатору отдать. А почему? А на каждой странице надо было расписаться, а не в конце. Вот это характеристика бюрократии, которая сейчас командует Московская область. Владимир Иванович, я надеюсь, тут нет стукачей, поэтому я могу говорить откровенно. Вы поймите, мы на самом деле находимся в какой-то интересной ситуации. У нас, к примеру, такая же ситуация, как в Венесуэле. Там только делая позиция, но не за счет того, что она очень много работала, а за счет того, что, скажем так, холодильник выиграл борьбу у телевизора. И у нас идет тот же самый процесс. Вы посмотрите, что происходит в стране. С одной стороны, чиновники государственные и областные говорят, что все нормально, ничего, кризис, а реально 250 миллиардов уже не заплачили денег за услуги ЖКХ. То есть это коллапс. Реально государственная власть говорит, слушайте, за полгода на 2,3 миллиона стало больше бедных. То есть люди, если честно, купить себе ничего не могут, потому что бедность считается, если меньше 10 тысяч у тебя доход. А у нас практически уже получается 20 миллионов меньше 10 тысяч доход. И вот тут я согласен с предыдущим оратором. А вообще, кто что покупать-то будет? Зачем производить эту сельхозпродукцию, когда у людей нет денег? Реально. Сейчас реально цена на овощи и картофель ниже, чем в прошлом году. Ну, я имею в виду, мы отдаем оптам. В розницу цена другая, я понимаю. Но в результате-то этой экономической политики происходит черт-что. Вот вам пример один. Я тут слушаю. Московская область – лидер в сельском хозяйстве. Говорю, слушайте, расскажите мне, почему? Почему? Количество коров уменьшилось на 10 тысяч. Много всего крупно рада сказать. Количество коров на 5 тысяч уменьшилось. И на 5 тысяч литров меньше стали производить. Губернатор проводит молочные форумы один за другим. После этого коров становится меньше. Может перестать проводить молочные форумы? Может перестать говорить, что эффективная власть, на самом деле, какая она нафиг эффективная, если ничего не добьешься, денег она на себя тратит все больше и больше. Она для себя эффективная, для народа, для чего. Примеры, которые я привожу к строительству. Вот номер сельское хозяйство. Я говорю, слушайте, вы же рассказываете, что у вас больше зерна. Ну-ка давайте данные возьмем. В прошлом году купили 185 тракторов, в этом году 103 на эту же дату. В прошлом году купили 25 комбайнов, в этом году 23. Вы чем эти зерновые убирали? Покажите мне, где комбайны, потому что я понимаю, что косой-то никто не вышел, и косить не начал, это зерновые. И поэтому отчеты больше похожи на вранье. Я же вижу, что у нас Московская область великая область, но мы даже в десятку не поем хозяйств, то есть областей, которые помогают на литр молока больше 2 рублей. Мы, Московская область, крупнейший бюджет на сельское хозяйство должны иметь. А мы имеем бюджет меньше, чем Белгородская, ну и все остальные области. Мы на самом деле пытаемся, ну скажем так, при плохой игре делать хорошую нину. У нас весь пар, я имею в виду, у власти ушел, свисток. Они реально тратят бешеные деньги на пиар, значит, министр летает на вертолете, а в этот момент, я говорю, денег на садарку ни у кого нет. И дальше то, что происходит. Мы должны, конечно, я понимаю, что у вас очень сложная ситуация, вы должны все-таки иметь, ну что там, кровные отношения. Но я понимаю, что так или иначе, вот депутаты областной думы, они если говорят, ребят, ну хватит, я помню сам, 4 года назад, то есть 3 года назад, больше 3 лет назад, кто голосовал против вырва этой большой территории в Московской области в Москву? Ну они же голосовали. Что получилось сейчас? Это анекдот просто. 5 миллионов квадратных метров жилья только в коммунарке, никакого переезда правительства, пробки в Москве, о которых так много говорили, не рассосались, а власть просто переделила куски от одного олигарха к другому. И он застраивает это все. Мы должны дать этому оценку, что вы же нас не слушаете. Вы нас не слушаете с муниципальной реформой, которая вообще превратилась в пшик. От того, что... Значит, у нас вот район, это же непонятная вещь. Я им говорю, слушайте, у меня коровы по городскому округу ходить не будут. Что вы придумываете? Я же понимаю, что как только городской округ, значит, повышение налога на землю, сразу отсутствие дотации. У меня товарищ имеет, скажем, ну как, он директор крупного предприятия, знаете, совхоз московский, Женя Сидоров, он мне говорит, слушай, обалдеть, мы попали в Москву, мы теперь ни в одну федеральную программу попасть не можем, потому что мэрия Москвы пишет, у нас нет программы по сельскому хозяйству, мы же Москва, поэтому 20% федеральных денег ты не получишь на теплице новой построенной. И я понимаю, что за каждым действиям правительства, в том числе Московского области, должны быть продуманные какие-то действия. И если я попаду в городскую округу, моим коровам будет хуже. Я бьюсь из последних сил. А они давят и давят, давят и давят. И этому надо давать оценку, потому что некомпетентные руководители, в том числе в Московской области, привели страну к разрухе. И это надо показывать. И я считаю, что правы, по-моему, те делегаты, которые говорят, что надо активизировать работу, протестные выступления. Вот элементарная вещь. Вы понимаете, мы же крестьяне не выходим на улицу, да? Но это же понятно, что просто дальнобойщики первые почувствуют. А мы-то тоже платим. Каждый литр молока везется молоковозом, который больше 12 тонн. Молочный союз посчитал, что если заплатить платону, то все деньги будут больше, чем из госбюджета мы получаем дотации. Зачем же одной рукой давать молочную отрасль, чтобы другой выгребить все еще дополнительно? Все эти инициативы правительства просто губительны для страны. Это надо понимать. И поэтому мы тут начинаем, скажем так, нервничать и выступать. Когда мы выступаем, удивительная вещь происходит. Знаете, как никогда, одно и то же говоришь все время, там, в протяжении года, никто на тебя внимания не обращает. Потом, ловись все, говорит, слушай, ты же что сказал? Ты посмотри. Я говорю, ничего не сказал нового, говорю, только вы поняли, что мы были правы. Вот я на одном мероприятии недавно сказал, что вот видите, коммунисты правы, а единороссы не правы. Почему? Потому что они-то говорят о прогрессивном налоге, о том, что нужно деньги направить в производство, о том, что нужно поставить, скажем так, коррупцию под контроль какой-то, значит, всех этих детей, чиновников, которые на самом деле жируют, а чиновник не при чем. Ну, хватит уже в рай. И знаете, все стали поддерживать. 97% тех, кто на этом каком-то канале, который, кстати, администрации президента накручивается, говорят, да, действительно, в России надо что-то менять, бизнесом заниматься невозможно. Это не социальное государство. Еще раз повторяю конституцию, но в конституции написано, мы социальное государство. Для Газпрома – да, для Роснефти – да, для чиновников – да, а для остальных, которые живут – нет. Это точно. И поэтому, еще раз, идет пора великой борьбы за будущее России. Потому что если мы не привернемся, если уровень, скажем так, управления не повысим, страной я имею в виду, если не перейдем в социальное государство, мы потеряем страну просто реально. Ровно сто лет назад была же такая же ситуация. Георгий Андреевич мне говорит, слушай, ну точно так же. Сначала вводили, скажем так, всякие ограничения, коррупция была страшная, потом ввели ограничения на покупку хлеба, значит, пытались регулировать цены. В результате дешевого хлеба не стало, в результате матери не могли бы накормить детей, вышли в Петрограде, в Петербурге тогда на улицы. С этого началась революция. Мы тихо идем, куда-то, куда идти точно не надо. Я понимаю, что такое пламенное выступление, но вроде как накипело. Извините. Еще раз с праздником. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.